пока давайте пожелаем сейчас я надумал каждый сирот его на давайте поаплодируем уважаемых участников отправят в доме остается всего минуты давайте, друзья, поддержим сиротом ваше охлаждение я думаю, что они пока стоять уже услышать мы, собственно, наблюдаем участок на прогревочной группе участок это пока еще не так тот, кто увлекает голосом я не знаю, что перед тем когда этот второй этап и вас в спорте в мотоспорте его обязаны так называемые прогревочные группы для того, чтобы углубиться на своих мотоциклах немного протеять шины протеять работу тормозов которые, безусловно достаточно активно работают на этой играте но, по крайней мере, в той части в концерте этой мысли и скорость снижается до 90 км в час но стоите, друзья, что все эти мотоциклы которые сейчас стоят на каждую решетку они прекрасно подготовлены к этому мотоезду люди, которые находятся в поздравительном мотоцикле имеют заключательную велосипедную мучающую статус и национальности но и национальности но и национальности и так пошел старт прогревочного круга Несмотря на то, что дождь не продолжается у нас трасса высохла за счет ветра температура асфальта невысока я не знаю прогревочного круга хватит или нет интересный заезд конечно будет тем, что вот мы посмотрим на вот этих парней 61 номер 55 которого сейчас оператор показал то есть эти гонщики ну судя по скорости и уровня их мастерства спортивного они конечно должны прорываться через ряды гонщиков эркап но но я думаю что эркаповцы тоже должны отпор отпор им оказать итак двоечка стрельник санкт-петербург пятерка карпов москва семерка павел фомичев москва восьмой мария медведева матрикс рейсинг одиннадцатый алексей восковойник королев двадцать первый александр куролесов балаших двадцать пятый номер кирилл мишин москва байк прогресс тридцатый дмитрий андреев гринрейсинг тим тридцать первый борис гирелис сочи пятьдесят пятый сергей кропухин рвт мотоспорта 61 алексей иванов дмс рейсинг ру спортсмен из города Одинцово подмосковный закончили круг гонщики на полпозиции дмитрий андреев гринрейсинг зеленоград в стоке был третьим спорте пятым и не все получилось у нас в плане заезда именно спортовского и 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 кропухин пошел собственно говоря по правому краю иванов немножко под застрял в этой компании похоже кропухин первый несмотря на последний ряд да и так лидер гонки сергей кропухин это мотоспорт москва шестикратный чемпион страны в общем то сумел удачно стартовать иванов районе сейчас четвертого пятого шестого места где-то вот здесь ивановы не получилось не получилось такой резкий разгон потом он может быть не может быть не может быть что-то у него пробуксовал или там передачи или что-то еще он так попал в плотную группу а именно кропухину удался такой джамп-старт хотя это не джамп-старт именно в плане фальстарта а вот старт наиболее удачный итак отрыв уже достиг двух с лишним секунд если не три вот вот похоже иванов сейчас на прямой проходит конкурентов медведево идет у нас в районе четвертого места иванов третий сейчас итак стрельник сейчас впереди ну скажем так кропухина с Ивановым мы уже представляли а вот стрельник Владимир из Санкт-Петербурга мотоспорт скут мотошкола у нас одна из мотошкол с нашей северной столицей победитель чемпионата Санкт-Петербурга в классе спорт у нас 2013 года серебряный призер зимнего первенства Санкт-Петербурга в классе open 2 он в кроссе ездит open 2 это возраст спортсменов стаж 35 лет мотокросс в общем-то Владимир Стрельник в нем выступает с 75 года он уже давно ему 35 стукну так вот он сумел у нас побороться на равных с этими парнями но на равных конечно не получилось то что совсем на равных нельзя сказать все-таки Сергей Кропухин очень удачный старт у этого молодого человека шестикратного чемпиона страны с 2004 по 2011 год почти подряд вице-чемпиона Германии у нас и призера различных этапов чемпионата Европы призером соревнований европейских серий IDM SEV испанской серии в общем-то вот такие у него регалии ну последние годы что-то не очень везет и этот сезон фактически я так понимаю тоже у нас не в пользу Кропухина потому что Алексей Иванов сумел вернуться после падения на старте а мотоцикл Кропухина отказал он полз-полз там собственно говоря после падения своего он продолжил гонку но похоже с мотоциклом что-то случилось так Иванов вышел на второе место Иванов Кропухин 4 секунды между этими гонщиками у нас сейчас заезд достаточно короткий он 11 кругов составляет Медведева идет на четвертом месте и Стрельник идет у нас на третьем Марии Медведеву тоже ей не повезло у нас в заезде основном было падение был сход вице-чемпионка в классе суперспорт Кубка России прошлого года бронзовый призер позапрошлого двенадцатого года а бронзовый призер прошлого года и три года уже четыре года подряд она выигрывает женский зачет одиннадцатого двенадцатого тринадцатого и четырнадцатого годов мастер спорта по художественной гимнастике собственно говоря сейчас один из лидеров класса суперспорта и скорее всего в суперспорте Бария у нас третье место сохранила хотя я здесь могу тоже ошибаться ну лидер клуба Матрикс Рейсинг Москва Мария Медведева Матрикс Рейсинг Матрикс Рейсинг Матрикс Рейсинг ставит лучший круг для себя догоняет он Иванова хотя разрыв еще достаточно существенный четвертый круг из одиннадцати первая треть заканчивается заезда вообще вот шестисотки мотоциклы они самые форсированные в РСБК ну и в РКП тоже и мы помним в прошлом году вот Писарев украинский гонщик взрыв мотора то есть еще всякие такие вот эти инциденты которые проходили по ходу сезона наверное просто это самый яркий был такой зрелищный взрыв дело в том что у нас шестьсоткубовый двигатель более форсированный чем тысячекубовый четырех соревнов и соответственно с ним неполадки случаются чаще ну вот механикам удалось привести в чувство мотоцикл кропухин ну возможно там были так кстати оператор показывает нам что Иванов Иванов съедает расстояние и догоняет лидера две секунды на две секунды быстрее на две секунды быстрее был на предыдущем круге и похоже сейчас уже видит спину лидера итак трасса у нас находится в рабочем состоянии то есть практически нет сырых участков серый асфальт кругом сцепление ну если не оптимальное у нас то вполне достаточное итак Иванов еще один лучший круг ну это был пятый круг скорость середина заезда Мария Медведева сейчас прессингует стрельника в борьбе за третье место если в Мотогроссе проводятся отдельные женские соревнования там свои чемпионы Лера Ляпина Екатерина Гурьева то в Мотогроссе в общем то все едут вместе и как бы проводится отдельный женский зачет в общем то то вот Мария Медведева ничуть не смущаясь у нас в общем то выигрывает и мужчин достаточно часто ну и в этом году вот если я правильно посчитал то она уже чемпион у нас класса Суперсток 600 по той простой причине что она уже была два раза на подиуме сезоне 12-го года на второй ступеньке серебряной сезоне прошлого на бронзовой сезоне прошла травмочка была у нее такая не очень серьезная но постоянно присутствующая в этом году все в порядке и так Иванов смена лидера смена лидера у нас прошла напрямой напрямой практически Иванова за счет более высокой скорости удалось с Крапухиным пройти пытается Иванов отбиться но пока не прошло итак Алексей Иванов гораздо быстрее потому что мы видим что на трассе он на старте выбрал не ту траекторию сам старт у него не очень получился но в итоге он догонял отрыв был сначала большой затем он сократил этот отрыв и сейчас вышел в лидеры заезда AirCup второго заключительного этапа AirCup Yamaha AirCup сезона 2014 да по сумме двух этапов он ничего не завоюет как бы глобального потому что у нас я так понимаю основные конкуренты далеко впереди на что у нас в плане борьбы за лидерство гирелис появитель первого этапа сейчас идет на десятом месте у нас на грани очковой зоны у нас на грани очковой зоны Куролесов который был третьем на первом этапе идет сейчас девятым но он не особо отыгрывает Мишин седьмым поэтому здесь еще надо будет посчитать у нас посчитать кто поднимется на высшие ступеньки подиума по итогу двух этапов но я думаю что отрыв 25 очков Герелесу может позволить хотя вот это десятое место не то на что он рассчитал при этой же системе начисления очков сейчас 25 везет Иванов и 20 везет Мишин десятое место это 6 очков десятое место 6 очков да, Герелес 31 но не будем себя применять арифметикой судейской коллегии пусть они занимаются уже и так седьмой круг из 11 подходит к концу заезд Иркап лидирует 61 стартовый номер Алексей Иванов Алексей Иванов уже чемпион класса суперспорт сезона 2014 сезона 2014 Росбикей несмотря на падение на старте серебряный призер прошлого года бронзовый призер суперспорта 400 2008 года участник чемпионата Испании в классе Мото 2 и так далее и так далее один из молодых перспективных гонщиков всего 22 года Кропухин почти в два раза старше 40 лет у нас стукнуло Сергей но Сергей тоже очень интересный спортсмен в отменной спортивной форме находящийся Сергей зимой на трассе Кутузовский Редут на озере Подмосковье ездил в мотокроссе на шипах причем как говорят это был первый выезд в общем-то он не совсем сложился хорошим образом потому что он падал неоднократно тренировался на мотоцикле КТМ но сел аккумулятор на этом мотоцикле перед гонкой ему пришлось стартовать на мотоцикле у нас Хускварна причем мотоцикль Эндура то есть как бы совсем непривычным для него и в общем-то может быть это наложило свой отпечаток так восьмой круг из 11 Иванов лидирует меньше четырех кругов до окончания заезда вот борьба за позицию стрельник проигрывает уже больше полминуты 33 секунды лидеру разница конечно сказывается вот сейчас Иванов Крапухин да похоже что Икра Пухин достаточно далеко вот сейчас повтор обгона повтор обгона но обгон кстати не состоялся так нам показывает Мария Медведева которая весь заезд прессингует стрельника чуть хуже у нее старт получился но питерский гонщик пока сохраняет свою третью позицию проигрывают они почти 40 секунд лидеру 9-й круг из 11 заезда класса РК профи стрельник кстати лучший круг сейчас свой показал Ицак Медведева проходит нет попытка показать зеркале заднего вида но как такового зеркала заднего вида нет она забралась внутрь но не стала не стала за доводить дело до конца потому что в общем-то здесь это грозило аварией грозило падением вот уже не повтора прямая трансляция которая сейчас напрямую пытается на прямой пытается нет не пытается так самая интересная борьба в этом заезде за третье место между пилотом из Санкт-Петербурга Владимиром Стрельником номер 2 и восьмым номером Марии Медведевой Матрикс Рейсинг Москва Ну Маша в общем-то возглавляет команду Матрикс Рейсинг у нее тренируются гонщики парни поэтому она в общем-то не то что не авторитетов как бы не признает она сама является авторитетом у нас Анастасия Нифонтова снимала фильм но правда про Мини Мото и вот Маша выступала в роли ведущего вот именно по Мини Мото Танцина привела там сама там ездила на мотоцикле так что это ипостаси тоже она участвует так десятый круг подходит к концу заезд 2 секунды с хвостиком ну и опять как бы компьютер нам показывает что в общем-то вот за третье место серьезная борьба так последний круг последний круг имеет место быть в классе аркап профи кипит борьба за третье место сейчас кстати Медведева показал лучшее время для себя бах внутрь собирается в смена смена Маша Медведева прошла прошла у нас стрельника в общем-то и выходит на третье место но он откровенно сказать сам немножко расширил траекторию и вот Мария не применула воспользоваться вот повтор замедленный повтор этого обгона да немножко вот он открыл калитку открыл калитку которая Мария ну кстати еще полкруга есть на все про все для лидеров и так финиш финиш выигрывает Алексей Иванов Одинцова у нас и вторым финиширует Сергей Кропухин РВТ Мотоспорт Москва и так что у нас это круговой Маша еще секунд 20 мы будем ждать могут быть какие-то пенализации штрафные санкции поэтому сейчас наша информация несет предварительный характер и так вот Медведева эх у меня здесь картинка упала но по-моему все-таки она впереди вот и финиш не потребовался так и так Мария Медведева третья и стрельник четвертый двоечка стрельник четвертый и так и так закончился заезд класса РК профи сейчас будет награждение призеров не только второго этапа первый этап был на автодроме Москва Мечткова сейчас будет официальный протокол и плюс у них будет награждение по году по году РК ну и затем я буду вести последний заезд заезд класса сток опен